Третья мировая война Чей аналитик Goldman Sachs Чарльз Нейнер Снизить свои расходы и выплатить 15 триллионов долларов внешнего долга Америка уже просто не сможет Единственный вариант – изменить мировой порядок В 2012 году военный бюджет США составил 670 миллиардов долларов Этих денег Беларуси и Украине хватило бы на 10 лет безбедной жизни При этом 117 миллиардов Америка хочет потратить на проведение операций за рубежом Их цель – установить контроль над нефтяными запасами Ближнего Востока Главной помехой для Америки в этом регионе был и остается Иран Американские авианосцы стягиваются к Армунскому проливу Израиль готов бомбить ядерные объекты Саудовская Аравия подвела к границе танковой армии В войну окажутся втянуты многие страны, включая Россию Сможем ли мы защитить себя? Военный пик нашей страны пришелся на 80-е годы И многие убеждены, что он уже никогда не повторится Но это не так Действительно, 90-е сильно подкосили оборону После развала Союза расходы на закупку вооружений для армии упали в 14 раз Из 24 тысяч оборонных предприятий вышли только 1200 В своей статье «Быть сильными» Владимир Путин вспоминает Когда в 1999 году сепаратисты развязали войну в Чечне Россия обладала армией в миллион 300 тысяч человек Но не имела под рукой ни одной укомплектованной части Для моментальной ликвидации боевиков В 2002 году чуть было не остались без ядерного щита на Тихом океане На содержание легендарной базы подлодок в Вилючинске на Камчатке просто не было денег Спасли тогда лишь средства, выделенные частными нефтяными компаниями Сургутнефтегаз и ТНК К началу 2000-х аналитики Пентагона констатировали Оборонный потенциал России составляет всего 6% Такими темпами страна должна была остаться беззащитной к 2005 году Чтобы избежать этого, новое правительство начало масштабную военную реформу Были сформированы 4 укрупненных военных округа Западный, Южный, Центральный и Восточный Органы управления вооруженных сил сократили вдвое А вместо полков в армии появились бригады Более мобильная армейская единица Сегодня в стране их насчитывается более 100 Именно мобильные бригады США и сил союзников Сколько мы их не клянем, успешно действуют в Ираке, Ливии, Афганистане За 10 лет в России были созданы 7 крупных авиационных баз с мощной инфраструктурой Капитально отремонтировано 28 аэродромов С 2007 года на постоянной основе возобновлены полеты стратегической авиации В районах боевого патрулирования А с 1 декабря 2011 года на боевое дежурство в России заступил новый род войск Войска воздушно-космической обороны Гособоронзаказ с 2006 по 2010 годы вырос вдвое С 236 до 490 миллиардов рублей Благодаря этому российская оборонка представила целый ряд новинок Истребитель пятого поколения Т-50 Лучший в мире военный вертолет К-52 «Аллигатор» Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 типа «Яси» В 2010 году Россия поднялась до 6-го места по уровню обороноспособности в рейтинге «Дефенс Ревью» Преодолев 40 позиций В ближайшие 10 лет правительство закупит для армии новые вооружения на сумму 20 триллионов рублей В том числе 28 подлодок, 50 кораблей, 600 самолетов, более 1000 вертолетов, 2300 танков, 28 зенитных ракетных систем С-400 и 10 бригад ракетного комплекса «Искандер» Стратегические комплексы «Ярс», оснащенные межконтинентальными боеголовками дальностью 11 тысяч километров, заступят на боевое дежурство в 10 ракетных полках Но ядерный щит уже не считается самым опасным оружием на Земле Россия ведет разработки лучевых, волновых, генных и психофизических систем нападения Около 100 наших военных аппаратов поднимутся в космос до 2020 года Если завтра начнется Третья мировая война, нам будет чем ответить Сегодня численность вооруженных сил Украины составляет 192 тысячи человек За последние 20 лет личный состав нашей армии уменьшился на полмиллиона человек, или в 3,5 раза По количественному показателю наша армия входит в первую двадцатку вооруженных сил мира В 2010 году Украина выделяла на одного военнослужащего около 5000 долларов Для сравнения, в России эта сумма составляет около 33 тысяч, в Польше около 55, в Словакии более 60 тысяч долларов 80% армейского бюджета уходит только на содержание личного состава После распада СССР Украине досталась одна из самых мощных по количественным и техническим параметрам армия в Европе В начале 2012-го наша армия признана самой отсталой в Старом Свете Не готовы к выполнению боевых задач 40% бронетанковой техники и артиллерии Авиация боеспособна всего 30% самолетов Флот, 70% кораблей не в строю Из-за низких зарплат и социальной незащищенности армию покидают высококвалифицированные офицеры При средней зарплате в стране 2700 гривен рядовой контрактник получает около 1000 гривен Лейтенант, командир взвода, около полутора 75 тысяч офицеров и контрактников не имеют нормальных жилищных условий В очереди на жилье стоит около 50 тысяч военных Третий из которых ждет жилья более 10 лет Ежегодно из армии увольняется около 4000 человек Пора что-то менять Если говорить все-таки что такое армия США и что такое армия НАТО То нужно понимать, что в принципе это одно и то же Потому что США не делают в этом случае какого-либо различия Между своими континентальными группировками и группировками, которые действуют в составе НАТО Так же, как никто в НАТО в этом случае не делает различия То есть это всего лишь две армии одного целого Просто одна армия располагается за океаном, это американская армия А другие армии расположены в Европе Но все они входят в блок НАТО Если брать сегодняшнее соотношение сил в Европе То сегодня одному нашему солдату в Европе противостоит три солдата НАТО Два с половиной натовских танка на один наш Два натовских самолета на один наш Это в Европе Если же к этому приплюсовывать армию США Это будет более правильно То, конечно, в этом случае соотношение становится еще более драматичным Потому что еще 18 лет назад фактически по силам общего назначения Мы превосходили НАТО где в полтора, где в два раза И только в авиации и в понятии ядерного вооружения Мы примерно в этом случае были равны Сегодня в этом случае сохраняется только равенство по ядерному оружию Которое, конечно, является сейчас определяющим в понятии стабильности мира Если же мы ослабим свой ракетно-ядерный щит И снизим его до того объема, который позволит американцам надеяться Что их новая система противоракетной обороны Компенсирует этот удар и отразит наши ядерные боеголовки В данном случае можно не сомневаться, что НАТО, безусловно, воспользуется Своим численным и в какой-то степени качественным превосходством И попытается с нами повторить то же самое, что она сделала когда-то с Югославией Если говорить об угрозах для России То, безусловно, громадной угрозой является продвижение НАТО к нашим границам И здесь нужно понимать, что 15 лет назад 20 лет назад, точнее Расстояние от Москвы до первого, так сказать, метра границы НАТО Составляло примерно 1600-1700 километров И, соответственно, путь даже той же самой крылатой ракеты от границы НАТО до Москвы Составлял порядка 25-30 минут, если брать, так сказать, в понятие подлетного времени Спустя 18 лет после того, как Союз распался, сегодня мы можем говорить, что до ближайшей границы НАТО у нас всего лишь 400 с небольшим километров То есть границы НАТО проходят практически под Нарвой Эстония сейчас принята в НАТО В Эстонии размещены НАТОвские самолеты И подлетное время крылатых ракет от границы Эстонии до Москвы составляет меньше 10-15 минут Направление, так сказать, вот этот натиск на восток, НАТОвский, Дранк на Хостон, он не может не вызывать у нас и опасений, и раздражений, и, соответственно, конкретного ответа Потому что, безусловно, сегодняшняя наша мощь не позволяет нам, скажем, отвечать солдатам на солдата Отвечать, поставив, так сказать, против НАТОвского полка наш полк В этом случае мы вынуждены будем, скорее всего, размещать просто свои ракеты с ядерными боеголовками и нацеливать их на наших бывших союзников И понятно, что в этом случае одной из первых наших мишенью будет Польша То есть можно не сомневаться в том, что как только первая противоракета НАТО будет установлена на польской базе Можно не сомневаться, что фактически в этот же день первые межконтинентальные баллистические головки Или, скорее всего, оперативно-тактические ракеты с ядерными боеголовками будут направлены на эту базу, соответственно, на Польшу И в какой-то степени, размещая на своей территории НАТОвское ядерное оружие, Польша делает сама себя заложником и мишенью для наших ракетно-ядерных сил Понятно, что 3-4 водородных бомб оставят от Польши всего лишь одно воспоминание Но поляки это делают сами, соответственно, видимо, им себя не жалко Не знаешь, Абдулла Я мзду не беру Мне за державу обидно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok